Господа дамы, в сегодняшнем блоге-мастерской будет ремонт, после самостоятельного ремонта, без ремонта, как бы странно это ни звучало. У нас есть MacBook Air 2009 года, по-моему это 1304, если не ошибаюсь, да, и мы его уже на стриме, в прямой трансляции, мы с него поржали. Батарейка отключена по этой причине, потому что мы его уже снимали. Но я решил это повторить для тех, кто смотрит только нарезками. У нас есть жесткий диск, который 1.8, который не саташный, ну саташный, но со шлейфом, не с обычными, не с привычными разъемами. То есть условно, пусть будет это специальный. И при включении загорается только папка. Так вот в этом MacBook очень интересная неисправность, если ее можно таковой назвать. То, что не хватает на крышке всех винтов, кроме двух, это уже отдельная история. Винт в паутине, это отдельная история. Больше интересна вот какая история. Это дело мы все отключим. Я прошу прощения, у меня там фокус убегает. Отключаем два коннектора, чтобы видеть вот такую историю. Опа, аккуратненько. Его можно дальше не вытаскивать. Вытаскиваем самый главный наш коннектор, который нас больше всего интересует. И пам-пам. Купленный отдельно переходник. Не знаю, что случилось со старым, со штатным. Но вот отдельный, как я узнал от клиента, что он куплен на авито. И он просто валяется. Как это выглядело вообще в оригинале, я не знаю. Это что? Это типа его поставили в жесткий диск. Кинули такие шлейф. Закрыли крышкой. Как это могло вообще выглядеть изначально в оригинале, так скажем. Вот такой он самостоятельный ремонт. Давайте мы его поставим на место. На стриме я уже показал, что он включается, загружается и все с ним ништяк. Поэтому я думаю, что не имеет никакого смысла его включать. А вот вытащить вам, показать, имеет смысл. То есть просто когда его ставили... Он был, кстати, расчелкнут в оригинале. Его не защелкнули. Так, прошу прощения, вот так. Его не защелкнули. И можно было в ремонт тогда и не нести. Он, может быть, от вибраций, либо от бросков немножко вылетел. Вот такой 1.8. 1.8 это форм-фактор в данном случае. Предрекаю, что его можно купить такой на вид и все дела. Можно. Их новых я не встречал. Может быть, где-то на Алике они есть новые. Но в основном те, которые я встречал, у них переписан смарт. Очищен смарт. То есть это сильно бывший жесткий диск, в котором выпилили смарт. Он выглядит как новый. Но он нифига не новый. Вот. В качестве выводов хочу сказать. Первое. Куда винты все девали? Осталось только два винта, держащих здесь что-то плату, по-моему. И жесткий диск вот так насквозь. Но вот в паутине тоже отдельная история. Систему охлаждения пока разобрали, тоже стоит посмотреть. В плане самостоятельного ремонта очень странная история. И опять же вспомнилась история на стриме с приемкой. Я бы об этой истории не узнал, если бы не кидал в согласование. Если бы я сам сидел на приемке, я мог бы сам самостоятельно у человека спросить, а что вы делали? А что купили? А что как? Потому что в квитанции инженер видит только какие-то сухие либо цифры, либо факты, которых не всегда достаточно, чтобы поставить верный диагноз. Вот. Вот такая история о самостоятельном ремонте. О моем ремонте без ремонта. Который мы нашли, в котором мы нашли просто болтающийся отдельно висящий шлейф. Спасибо всем, кто посмотрел. До новых встреч, господа. До новых встреч в новом блоге. Напомню, в эти выходные в субботу будет прекрасный марафон, на котором будет джастноутпись, эксперт, АСЦ, гитарюга, ноутбукер и еще несколько топовых ребят типа Романа Горбейникова. Увидимся уже на эти выходных. До новых встреч. Ссылка на телегу и на Вконтакте в описании. И лайк поставьте.